Здравствуйте дорогие зрители моего канала, меня по-прежнему зовут Дмитрий и я представляю вам 12 выпуск дайджест обзора отечественных проектов разработки. По традиции сначала о хороших людях. На этой неделе спонсорами обзора выступили Alex0491 и лид проекта Lost Sector, который мы рассматривали в одном из обзоров Omega. Спасибо огромное, вы поддерживаете жизнь в обзоре. Если вы также хотите поддержать выпуск видео материально, в описании вы найдете все необходимые реквизиты. Поехали! Открывает сегодняшний обзор проект с названием Driver Syndicate и разрабатывает его товарищ Мыло в одиночку. Это городские гонки в духе первых частей Driver в стиле 70-80-х годов в США. Игра разрабатывается на собственном движке, что похвально, к тому же планируется выпуск на Android и iOS. В этой связи понятно, почему игра реально выглядит как первый драйвер, потому что прицел идет на мобилке. Разработчик планирует реализовать игру по сети и различные игровые режимы, в том числе и одиночную сюжетную линию. Представленный разработчиком пре-альфа версии, можно погонять по небольшому городу, попереключать различные режимы погоды, дня и ночи, а также попробовать скинуть NPC-машинки в пропасть, что у меня, к сожалению, ни разу не удалось. Механика управления очень похожа на тот самый драйвер. Будем надеяться, что для начала этой игры и нужно будет сдавать тот нечеловеческий экзамен в гараже. Поиграть в пре-альфа версию, а также познакомиться с проектом подробнее, можно по ссылке в описании. Следующий проект называется «Игра в сеттинге постапокалипсиса из Терминатора» и разрабатывается «Alexan». Название, если что, пока рабочее. Это топ-даун стелс, как сказано в названии, в мире победившего Скайнета и Терминаторов. Целью игрока становится добыча содержимого ящиков с зеленой лампочкой, разбросанных по всей округе. На выбор дают несколько бункеров отправных точек, из которых будут выходить главные герои. Стоит отметить, что управление в игре очень ватное. И, например, пока камера не завершит свой чрезвычайно эффектный подлет к следующему бункеру, сделать что-то другое вы не сможете. Да и сам персонаж довольно инертный и медленный. Я понимаю это для пущей хардкорности, но ничего кроме раздражения это не вызывает. Сами же Терминаторы видят и слышат намного лучше своих немецких коллег из Коммандоса. К тому же обезвредить Железномордова можно только на время. Игра довольно атмосферная и выглядит неплохо. Особенно, если учесть, что разработка ведется в одиночку и, по всей видимости, на движке собственного производства. Посмотреть демку и почитать, что пишет разработчик, можно по ссылке в описании. Следующий проект носит имя Бастамув. Разрабатывает его Химера и его команда. Игра представляет из себя аркадный симулятор уличного баскетбола с мордобоем, грязными приемами и прочими забавами брыжущих тестостероном мужиков. Помню, на Dendy было что-то уже подобное. Уличный баскетбол, мордобой и куча веселья. Градус неадеквата в этой игре пока что не настолько силен, но это всего лишь демка и работа над игрой все еще продолжается. Пока что компьютерные противники даже не пинаются в ответ, а лишь пытаются отобрать мяч и забросить в нужную корзину. Если прикрутить толковый мультиплеер, как по интернету, так и на одном компе, выйдет довольно весело, ведь это априори компанейская вещь, а играть в нее в гордом одиночестве, как пить водку в одиночку на кухне, когда за окном дождь и платить за квартиру в следующем месяце нечем. Ладно, не туда потянуло. Игра находится в концептах стима и разработчики полны энтузиазма по отношению к своему детищу. Поиграть в Дэнку, а также познакомиться с некоторыми подробностями разработки, можно по ссылке в описании. Следующий проект носит имя Водная мировая война. Разрабатывается товарищем Макс-12 и его командой. Это стратегия в реальном времени на воде. Нет, здание на воде строить не надо будет, хотя было бы прикольно. На воде происходит только сражение. И тут главной особенностью игры является то, что катера-танки делятся на три типа передвижения. Кстати, столько же сторон конфликта в игре. Советские катера перемещаются только по воде. Американские машины передвигаются на воздушные подушки и, соответственно, могут перемещаться по суше. Третья сторона конфликта Германия пользуется в основном подводными катерами, которые всплывают только для атаки. Пока что игра очень сырая, многого не хватает, а некоторые вещи видно прямо, что плейсхолдеры. Но, тем не менее, потенциал у игры огромный, видна любовь создателей. Столько разновидностей техники, столько апгрейдов, столько зданий непонятного предназначения, что мне кажется, что в итоге выйдет довольно глубокий проект. К тому же, игра разрабатывается на юните и ничего, кроме проблем с оптимизацией, не препятствует авторам выпустить ее на мобильных платформах. А толковых стратегий на мобилках катастрофически не хватает. Я говорю про нормальные стратегии, а не огрызки типа Daward Defense или City Butler. В общем, окунуться в водичку горячего жидкого конфликта можно по ссылке в описании. Ну и завершает сегодняшний выпуск старый добрый Xeno Squad от товарища Ryzen. Игра представляет из себя пошаговую тактическую стратегию, этакий клон Incubation. Примечательно то, что проект выполнен на флэше. Игра вышла в 2011 году и принесла разработчику неплохой доход. Проект просто с руками оторвали на FGL. Да я и сам залит в Xeno Squad на полчасика и даже не заметил, как пролетело время. Графон в игре хоть и не блещет высокополигональностью и прочими изысками, вроде карт нормали или тесселяции, но на то она и флэшка. К тому же у автора сразу был прицел на олдскул, олдскулович. Да и большинство текстур выполнено в цветовой гамме и стилистике Quake 2. Ну и софтварный рендер, конечно же, дает свой отпечаток. У автора есть подробный хороший постмортен проекта со всеми цифрами и деньгами. Довольно интересное и поучительное чтиво. Ознакомиться подробнее со всем этим великолепием можно, как всегда, по ссылке в описании. Теперь небольшая рубрика «Собираю команду». Здесь я быстренько перечислю несколько проектов, нуждающихся в помощи. Первый проект – Tanks Modern Battlezone. Игра уже довольно давно на форуме разыскивает людей. Планируется убиться в World of Tanks, ибо в Wargaming сами не понимают, что творят, и подчивают свою аудиторию в упор невидящую конкурентов жидким говнецом. В сарказм мод офф. Проекту требуются энтузиасты-моделеры и вообще толковые творческие люди. Чем больше, тем лучше. Второй проект – Sky Ranger. Мы уже знакомы с этой игрой, это участник и обладатель призового места в недавнем конкурсе «Леталок». Разработчик Alex, в отличие от всех остальных конкурсантов, не бросил свой проект по окончанию конкурса, а решил развивать его дальше. Теперь это открытая разработка, и любой может присоединиться со своими модельками, квестами или еще чем, даже не уведомляя основную команду разработчиков. В общем, эдакий user-generated content. Третий проект – Storm. Это ММО-шутер от первого лица с элементами RPG. Видимо, опять в мире после апокалипсиса. Как бы то ни было, у проекта довольно крутые скриншоты, поэтому объявляем тех, кто нужен в команду. Это альфа-тестеры и гейм-дизайнеры. Видимо, у команды все в порядке с визуальной составляющей, но туго с новыми идеями. Если кто хочет поучаствовать, прошу, не стесняйтесь. Четвертый проект – это Scorn Planet – шикарная RPG в изометрии, о которой я обязательно расскажу подробнее потом. А сейчас проекту требуются моделлеры юнитов и техники. Думаю, визуальный ряд достаточно хорош, чтобы вдохновить толковых творческих людей на сотрудничество. В общем, как-то так. Напоминаю, что я открыт к предложениям, замечаниям и пожеланиям. Для того, чтобы оказаться в обзоре, у вашего проекта должна быть демка, тема на форуме и она должна мне понравиться. Либо просто очень мне понравится. Ну а за сим разрешите откланяться. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok